привет я оля свекла арт и сегодня рисую с натуры вот такое красивое растение которое называется вероника длиннолизная заодно познакомлю вас если еще вдруг кто-то не знаком с двумя кисточками от малевич и расскажу чем они отличаются и какая для чего может подойти скетчпук я вот взяла такой необычный гармошка от ханни мюли в нем я рисую таким не зарисовки цветов и ягод на первой страничке было космея затем шли ягоды сейчас я хочу вот эту веронику зарисовать здесь карандашом намечаю ее стебли пару листиков и приступлю сразу к работе акварелью но для начала давайте поговорим о кисточках всю работу я буду преимущественно выполнять тремя кистями это две кисточки от малевич и вот такая каллиграфическая с алиэкспресс каллиграфическую кисть я использую только для создания очень тонких линий то есть вот таких стебельков для создания всего остального она неудобна поэтому я выбираю кисть беличью от малевич и кисть колонковую тоже от малевич это абсолютно две разные но очень удобные кисточки каждая из них имеет свое особенности свое назначение кисточка из белки имеют менее острую вершинку более наполненные основания и мягкий ворс ей очень здорово делать мягкие округлые детали листья или вот такие соцветия колонок же очень и очень острый управляемый он более упругий и им хорошо создавать в общем то можно было собственно и только им обойтись не брать каллиграфическую кисть им очень здорово создавать какие-то очень тонкие детали прорабатывать какие-то маленькие миниатюрные вещи или обходить объекты на листе поэтому вот такими двумя кисточками подобные тюд очень удобно выполнять я уже сделала все практически соцветия теперь перешла к зубчатым листиком и вот эти зубчики очень хорошо как раз таки выполняется колонковой кисточкой если взять белку то белка не даст вот такие острые зубчики колонок это делает очень легко и просто посмотрите как я обхожу один листик друг другим огибаю и при помощи острые вершинки это сделать очень просто здесь сегодняшний небольшой обзор и процесс рисования казаться вам полезным вдохновение вам и успешного творчества